К нашему эфиру для более детального обсуждения темы присоединяется Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член полицовета партии Парнас. Наталья, рада приветствовать вас в эфире Фридом. Спасибо большое, взаимно. Наталья, так вот, для кого этот закон создан? Для вас, например, как оппозиционного политика? Либо же любой россиянин за неудачный или не в том месте поставленный лайк теперь сможет лишиться квартиры? Конечно, это и для таких, как мы, и для обычных россиян, которые еще не успели, ну, может быть, собирались критиковать войну и власть. То есть это мстя такая тем, кто это уже делает сейчас, выступает против войны и озвучивает фактическую, правдивую информацию о том, что происходит на этой войне. И такое превентивное для тех, кто не разделяет, так сказать, не разделяет воодушевление по поводу этой войны и остальных, значит, остального населения. И, может быть, где-то что-то хочет написать или уже сейчас пишет, но не является там иностранным агентом. То есть это сразу имеет, так сказать, способность убить нескольких зайцев, теоретически, опять же. Другое дело, что, как правильно было сказано в вашем репортаже, прикладная составляющая еще абсолютно непонятна. Как это будет реализовано, неясно. Здесь мы общаемся с разными тоже юристами и все, в общем-то, понимают, что ничего мы на сегодня, никакой оценки этому дать не можем, как оно будет происходить на самом деле. Потому что, как было тоже сказано в вашем репортаже, теоретически имущество, которое будет конфисковано, должно быть связано непосредственно с преступлением. То есть с озвучиванием и публикацией фейков и так далее. То есть это компьютер, что-то еще, что-то еще. Как они будут изымать собственность такой, как квартира и машина, непонятно, неясно. Но, между тем, причина, да, причина понятная. Купировать максимально, а, правду о войне в первую очередь, и, б, не позволить никакой критики, опять же, в первую очередь у войны. Но не только, потому что в этом законопроекте озвучиваются и призывы к экстремистской деятельности, а действительно экстремизмом воспринимается все, что связано с критикой власти фактически на сегодня. Там большой объем, включая, например, призыв к санкциям против России из-за войны, которую Россия ведет. Вот это все попадает под, так сказать, вот эти потенциальные меры в отношении этих людей, связанные с изъятием имущества. На самом деле, интересно, да, насколько этот процесс может быть простым в реализации, но, вероятно, мы уже сможем несколько позже это оценить, потому что это достаточно опасный инструмент, который может работать не только на руку режима. Условно, если сосед как-то себя не так ведет, как мне нравится, взломал его страничку, там, не знаю где, ВКонтакте, да, работает на территории России, поставил лайк от его имени, что его, получается, уже должны лишить квартиры. То есть, каким образом, какие будут разбирательства и будут ли вообще заморачиваться тем, чтобы найти, кто прав, кто виноват в этой истории. А как вы считаете, это делается вообще потому, что режиму на самом деле что-то угрожает, потому что есть такое ощущение, что зреет народный протест, либо так, для профилактики, чтобы и неповадно было? Ну, они, во-первых, всегда, диктатура всегда боится за саму себя. Диктатура штука во многом уязвимая, при том, что она очень крепко, казалось бы, держится за счет силовых методов. При этом она в любой момент может рухнуть, если народ таки массово пойдет против. Поэтому, в отличие от демократии, против которой массовых обычно протестов не бывает, у диктатуры всегда где-то на подсознании этот страх существует. Поэтому ясно, что диктатура старается купировать на подступах. Зреет там чуть-чуть, или зреет чуть больше, или вообще еще не зреет, она будет стараться минимизировать шансы некого такого массового протеста против самой себя. Поэтому запугивание, устрашение, вот это создание ощущения, что гайки закручиваются, я думаю, что им нравится этот вообще термин гайки, закручивание гаек, и они его максимально, конечно, реализуют. Потому что мы видим какие-то небольшие всполохи в Башкортостане, там где-то еще. В любом случае, власти действительно необходимо дальше создавать вот это ощущение, что страх должен максимально владеть эмоциями и умами людей, дабы не позволить им действовать против власти. Есть такое ощущение, что пока война России против Украины задевает дома у украинцев, большинство россиян готовы как-то с этим жить, мириться и закрывать глаза, дядя видит, что ничего не происходит. Но когда война так или иначе не только гипотетически там угрозами, но и физически, например, разрушением домов тех же россиян начинает уже влиять на жизнь внутри самой России, это может каким-то образом стать действительно тем двигателем прогресса, в частности прогресса протестов, справедливого протеста, который уже давно, как по мне, должен был быть в России. Как вы считаете, есть ли уже у россиян или у какой-то части россиян ощущение, что война так или иначе уже касается и России, и все дальше это будет разрастаться и иметь большие последствия, конкретно для россиян? Ну, какое-то некоторое ощущение есть, но оно пока не провоцирует какой-то обратной эмоции, что называется, то есть эмоции, которые могут из этого вырасти. Я вот помню опросы, которые делались в районе Москва-Сити, куда прилетали дроны, и опрос проводился прямо на улице среди людей, которые выходили из этих высоких небоскребов, дорогих небоскребов, где-то жилые, где-то офисные помещения, и люди, работающие или живущие в этих домах, говорили в этих небоскребах в престижном районе Москва-Сити, говорили, ну что делать, ну значит, если прилетит мне лично, ну значит, прилетит вот такой фатализм, причем среди молодых людей, повторюсь, обеспеченных и, скорее всего, образованных, им показывал журналист на выбитые стекла и там, значит, где-то полэтажа, значит, нет, он говорит, да, поворачивается, это допрашиваем, ну да, ну что делать, если такой придется заплатить, типа, ценой, или с чему быть, того не миновать. Меня это просто убило, честно говоря, потому что, ну вот если вот эти вот живущие, работающие в Москва-Сити люди так относятся, то о чем вообще говорить в масштабах страны. Поэтому ясно, что мы, по мне, как и вы тоже упомянули, хотелось бы, чтобы вообще народ сразу выступил против войны, преступной и ничем не спровоцированной войны, там, 25 февраля, да, 2022 года. Но, к сожалению, к большому этого не произошло, а сейчас некое даже привыкание к войне имеет место. Но то, о чем вы сказали, вот эти большущиеся случаи прилетов, повторю, как в Москва-Сити прилетало несколько раз, там, в другие регионы, которые находятся рядом с границей с Украиной, конечно, прилетает и туда перекидывается война значительно более активно. В какой момент это вызовет чуть более острые вопросы среди населения, здесь сказать сложно. Но вот, собственно, в том числе и на это рассчитан новый закон, чтобы люди до последнего и, боясь за, так сказать, за свою собственность, не выступали против войны, которую ведет российская ВАЗ сейчас. Наталья, откровенно вам скажу, я как человек, который до момента прихода непрошенных гостей жила в Донецке, была бы не против, если бы в 2014 году такие протесты случились. Но вместе с тем мы уже не можем этот факт изменить, так как он в прошлом. Хочу озвучить информацию, которую также с вами обсудим. Новые причины для конфискации имущества касаются в основном россиян, которые выехали из страны. Об этом пишет Радио Свобода. Несмотря на то, что против несогласных уголовные дела возбуждают легко, дотянуться до них за границей у Кремля так-то и нет возможности. Однако осталось имущество. И вот, как пишет издание по логике российских депутатов, изъятие у так называемых иноагентов квартиры, дачи, машины должно снизить негатив в отношении действующей власти и внесет свой вклад в так называемую предвыборную кампанию Путина. Услышим цитату. Нет смысла говорить и о законодательной системе или правосудии. Большая часть статьи Уголовного кодекса, в которые вносятся поправки о конфискации, сами противоречат Конституции. Даже нынешней, перекроенной под Путина, ее версии. Все эти институты лежат в руинах. И восстановление потребует огромного количества времени и сил. Из публикации «Радио Свобода». Наталья, я понимаю, что мы сейчас не можем оценивать этот законопроект. Вы уже сказали, что даже юристы пока не берутся и не предполагают, и правозащитники в целом, анализировать. Пока еще нет достаточно нюансов, известных с этим. Но вместе с тем, идея дотянуться до тех, кто уже за пределами России, казалось бы, в безопасности, она все-таки не покидает режим. Насколько, как вы считаете, этот метод может быть рабочим? Потому что ведь, если сравнивать ценность квартиры и ценность сохранности жизни, мне кажется, выбор очевиден. Но психологически это все-таки достаточно сильное давление. Ну, конечно, люди, которые не собирались уезжать из страны, уехали после начала войны. Даже те, которые были в оппозиции, тоже терпели в процессе, но оставались все-таки в стране, но после начала войны уехали. А многие переживают, потому что многое связано с страной и с той собственностью, которая у них там осталась. Все-таки это собственность никак не выданная государством, а частная собственность. То есть, конечно, куда вообще о правомерности и законности ни речи не идет. Но для тех, у кого, кто еще не успел, значит, продать это имущество, у кого оно осталось, это, безусловно, фактор. Потому что, я думаю, какую-то часть людей такие начнет задумываться, стоит ли мне что-то лишний раз сказать или стоит воздержаться, зато сохранить свою собственность. По крайней мере, пока я, значит, не предпринял по этому поводу какие-то не успел еще меры. Вот, поэтому здесь, да, из-за стороны России, российской власти, ну, понятно, это, как мы уже выше сказали, это и месть, и превентивный характер имеет для того, чтобы не купировать максимально критику власти и критику войны, конечно, в первую очередь. А для самих вот иноагентов, находящихся за рубежом, это сейчас такой повод для дискуссии. Что с этим делать, как с этим быть. Вообще, по поводу иноагентского статуса сейчас много чего происходит и внутри страны, и за ее пределами. Еврокомиссия вот только что заявление приняла по поводу незаконности вообще этого статуса как такового, что он нарушает права человека, да, статус выданный Российской Федерацией людям, критикующим власть. Поэтому какое-то нагнетение вокруг этого происходит. Повторюсь, юристы, которые помогают, в том числе иноагентам сейчас, с разными вопросами, тоже не берутся сказать, насколько, как это активно будет применяться, этот новый закон, если когда он будет принят. Он, скорее всего, конечно, будет принят на практике, то есть что это будет, как это будет выглядеть, пока никто не понимает. Но разговоры ведутся. Я думаю, что большинство коллег, такие не то, что заткнутся и перестанут критиковать и высказываться против войны и против власти, а будут предпринимать некие другие превентивные, уже частным образом, меры, так сказать, по поводу собственного имущества. Наталья, благодарю вас за то, что вы присоединились в эфир «Фридом». Наталья Переевина, оппозиционный политик, член полицарета партии «Парнас», была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok